Чуть более давний пример это Вахмистров, например, который занимался курируем строительного блока в правительстве, а потом ушел в строительный бизнес. А теперь бывший вице-комплинатор Молчанов, который занимался инвестиционными, крупными, стратегическими проектами в правительстве, а теперь ушел на должность старшего вице-президента ВТБ, где, собственно, занимается всем тем же самым. Еще раз говорю, уровень коррупции в стране такой, что мы должны под микроскопом и под лупой рассматривать все такие случаи. Не секрет, что коррупция это не только взятки и борзые щенки непосредственно на месте работы. Коррупция это конфликт интересов очень часто, когда чиновник или приходит на работу из бизнеса и занимается там, в правительстве, тем, чем занимался в бизнесе, или наоборот, уходит из правительства в бизнес и продолжает там заниматься тем же, чем он занимался в органах власти. С нашей точки зрения конфликта интересов и касаться не только высших должностных лиц, вице-губернаторов, членов правительства, но и представителей комитетов, которые имеют большую власть, глав районов, которые сегодня по случаю выведены из этой истории, которая позволяет законодательно закрепить такие понятия конфликта интересов. Тем более, что это, в общем-то, ничего нового. Еще раз говорю, эти инициативы работают в Москве, они уже там сформулированы. Более того, мэр Собянин сам на себя накладывает ограничения, связанные вот с этими конфликтами интересов, прозрачностью своей работы, я думаю, будет правильно, если то же самое будет делать и городская власть Петербурга, потому что очень плохо, когда европейский город, самый европейский город России, очень далек от европейских антикоррупционных стандартов.